Если они такие справки предоставляют, соответственно, у них тоже идет какое-то расхождение. Они же тоже отчетность дают налоговую. Доллар самый выгодный товар, не считая почек и детей. Мне даже говорится, куда мы собрались. Шапка. Ну что, девочки, в особо же сегодня собираемся. Нас явно тут не ждали. Что-то вы замедлились, как мой кот после препаратов. Тут прохожие проходит и говорит, пойти что ли валерьянки выпить, я не знаю, что с вами пить надо. Доброе утро. У нас опять снег. У нас опять зима. А эта собака тут подкопы роет. Пойдем, Аделя, хватит рыть подкопы. В общем, у нас опять зима зимняя. Мы гуляем. Тепло сегодня минус один. Такой мелкий-мелкий снежок идет. Так хорошо, свежо утром. Сейчас мы выгулимся и пойдем домой дела делать. А потом опять в поликлинику. Мне еще нужно будет сегодня зайти на работу. Надо забраться там. Получила два НДФЛ, чтобы подать налоговую декларацию для вычетов. А за обучение Анюткина едет махнатый зверь, кого-то ищет. Встала и смотрит в сторону школы. Кто там модель? Как хорошо утром гулять. Бегать, если кто бегает. Со мной такое время, когда тихо, спокойно, настроение еще никто не испортил. Отвела Настюху, заварила себе кофе, решила поработать немножко бухгалтером. Бумажками разложила все расчетные листки, распечатала, распечатала эту справку, которую они мне дали, два НДФЛ. Буду сверять. В общем, они указывают, якобы мы получили налоговый вычет уже на работе. Но для того, чтобы получить налоговый имущественный вычет на работе, это нам нужно было с налоговой предоставить справку, что мы имеем право на этот вычет. И согласно этой справке, они уже выплачивают нам полную зарплату без удержания НДФЛ 13%. Но в расчетках все идет верно, что начисление, удержание к выдаче. Но по справке два НДФЛ, которые они предоставили, вычет уже получили на работе. И, соответственно, согласно этой справке, которую они предоставили, я не смогу сейчас оформить налоговый вычет на обучение ребенка. Потому что я его, получается, уже в этом году получила. Я сейчас бегу на работу, два часа до приема у врача, и как раз сейчас успею на работе разобраться, пускай они меняют. Если они такие справки предоставляют, соответственно, у них тоже идет какое-то расхождение, они же тоже отчетность дают налоговую. Получается сейчас ошибка у них в отчетности, раз они такие справки. Это же все привязано, это же все в одной программе идет. Они же не вручную это считают. Если они выдали такую справку, которая вышла из программы, соответственно, и у них в отчетности получается, что вы предоставляете работникам налоговые вычеты, имущественные, на основании чего? Я, допустим, этот налоговый вычет уже в прошлом году полностью получила. Все, мне уже налоговая ничего не должна. Я весь вычет получила. На основании чего вы сейчас мне предоставляете налоговую... Хотя вы не предоставляете. По расчетным листкам все удержания тютельку в тютельку идут. Даже чуть-чуть больше на 170 рублей удержали, если за весь год считать. Вот, а по справке 2НДФЛ нарисовано, что якобы я еще 40 тысяч получила налоговый вычет с работы. Короче, пойду я разбираться, потом расскажу. Скажи привет. Привет, нарушу дня. Едем на работу. Утром с Настюхой выходили, немножечко вообще снега было припорожено. А сейчас смотри, сколько было у меня за пару часов. Везде не обещают снег. И вся неделя снежная. Да, но потом будет плюсовая температура. Опять это все уже превратится. Надо резиновую лодку в пикман. Я тебе начну с конца. В итоге они сказали, оставьте, мы посмотрим. Я теперь ей так и так объяснила. Я говорю, вот февролизы мне предоставили налоговый вычет. Вы не удержали у меня налог зарплаты, выплатили всю зарплату, все начисления. Говорю, я свой имущественный вычет уже в прошлом году полностью получила. Вы должны удерживать у меня налог без справки, без ничего. Я говорю, как вы можете предоставлять? В итоге в марте они удержали меня за два месяца. За два месяца, за февраль и за март. Ну, то есть они погасили этот налоговый вычет. А в конечном итоге в общей справке 2НДФЛ за год они все равно оставили, якобы они мне эту сумму вычет сделали. Сказали, что это глюк программы. Ну да, такое бывает. Я говорю, хорошо, я все понимаю. Бывает такое. Я говорю, ну вы мне со справки 2НДФЛ уберите ее, потому что я собираюсь сейчас подавать на налоговый вычет, я говорю, за обучение. А говоря, вот так не получается, что я его уже получила в этом году. И, соответственно, мне ничего налогового не выплатит. Она теперь такая. Сейчас посмотрим. Заходит в компьютер. Ой, чуть я зайти не могу. Писать маску. Да. Оставляйте документ. Я говорю, в смысле, оставляйте, говорю, ну, как бы я сейчас хотела подавать. Время идет, я говорю. Вы же сейчас на том компьютере, говорю, вошли же. У меня надо смотреть. Я в жену, смотрите. И мои эти справки здесь сияют, нет, я делаю все у себя оставила. Ты копию не делала? Нет, а что я не думал, что они заберут. Ну, гуско, кушке сделайте и копию оставить. Там все мои расчеты. Все мои крыжики, я же все крыжево сидела. Все, что я получила, все начислено, все удержания. Главное, ну, да, ну, очень рано. Короче, вот так. Я понимаю, что все ошибаются. Ну, блин, ну, если бы они пришли. А я еще говорю, ну, девочки, ну, вы же сейчас, я говорю, срок издачи от счетности у вас 31 января. Да, я говорю, вы сдали еще? Молчат. Я говорю, ну, блин, у вас же тоже неправильно значит. Я говорю, у меня неверно. Говорю, у мужа неверно. Говорю, а у него там сумма побольше, я говорю. Ну, как бы, вы тоже заинтересованы побыстрее исправить. А мы посмотрим. Съездила в поликлинику. То снег, то дождь. Что за повода такая? Светает вокруг, все валится. Дождь идет. В общем, открыла опять больничный. Пневмония. Пневмоничная пневмония. Пока-то 3-го числа. Вот, опять лечение не начали. А потом будет видно. Анютка пришла с колледжа. А какого числа они вышли, кстати? Неделю. Они вот только меньше недели. Да. И все, их опять на карантин. Девочка заболела. Но две недели посадили на карантин. Так что, она дома теперь. А дома папа приготовил пловик. Папа, давай джигу откроем. И пловик папин. И аджига папина. Да? О, какая красивая джига. Она же вся одинаковая. У тебя же там нету поострее, послабее. Нету? Нет. Опять уроки. Не кончаются они никогда. Только вроде все сделал, опять уроки. Только сделал, опять уроки. Да? Только собаке хорошо. И не надо уроки делать. Собаку искупали. Она бесится. Она бесится. Собаку искупали. О, бешеная. Вот куда эта семья на ночь глядя собралась. На шапку. Мне даже... Мне даже говорится, не куда. А мы собрались. Шапка. Это же стыдно. Стыдно, потому что время уже 9 часов. Идем есть шурму. Нормальные люди дома сидят вечером. И всей семьей за столом кушают ужин. А мы за шурмой идем. Ну вот утром примерно так же. Вот я сейчас не понимаю. 7 часов утра и 9 часов вечера. Да. Что утро, что вечер. Вот с чего весь этот поход начался? С того, что кто-то захотел хинкали. Короче, иногда нам ударяют кошку, что нам надо куда-то пойти нажраться. Да какое нажраться? Просто нам очень душно сидеть дома. И мы решили пройтись. Мы решили пожрать. Да, и совместить приятное с полезным. Ну, мы сейчас возьмем в дом, конечно, поедим. Да? А что, ты по дороге будешь ездить? Нас явно тут не ждали. Что? Голодными домой пойдем? В общем, Анютка идет вот за этим домом. Еще дом наш. И Анютка вот оттуда идет. Вот так идет, идет, идет. Вон до конца. И там маршрутки, которые идут на Москву. До метро. Добрые люди нам подсказали, что здесь есть еще пицца. Я стою. Я нашла, значит. Я стою, тут такая, говорю, что, голодными домой пойдем? Тут прохожие проходит и говорит, вот здесь вот есть пицца вкусная, говорит, зайдите. Правда? Идем. Да. Вот она, это. Слушай, пицца-суши. Долго. А будем по формам? Шаверму? Не знаю. Да? Ну, мы же пришли за ней. Я пока пойду, уйду. Я сначала, когда мы сюда приехали, я не поняла, зачем возле каждого подъезда газончики вот такие. Думаю, ничего не высаживают, цветов нету, чего они ставят. А теперь я поняла, это газончики для того, чтобы снег сюда сваливать. Смотри, в каждом газоне супроб снега. Вот для чего они нужны. Ну что ж, вон уже, Маша очень голодная была. Подождите до дома. Вкусно оказывается кушать на улице Шаверму. Вечером, в 9 часов, когда немножко мороз. Папа смотрел, что доедает. Если бы в лифте вот так вот сделала, то, говорит, они смотрят, что лифт из центра воздействует. Видела ты, это ли? Видела. Не вариант, если рассказывать. Нужно смотреть фильм про авиакатастрофы в самолёте. А это, 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 стойте, стойте, стойте. Балансирует. Во какая пицца. Котик. Он даже красивее, чем на картинке, да? Угу. Пахнет вкусно. Ой, он его еще и порезали. Он из порезанной готовый. Я думаю, он целенький вот. Настя, ты что ему усы убираешь? И что ты у него все убираешь? Вкусно? Румяненько такая, нагулялась, да? Спать будешь хорошо. Таблицу умножения на 6 вспоминай. Быстро заснешь. Доллар самый выгодный товар, не считая почек и детей. Это Анюта зачитывает не афоризмы, а цитаты наших учителей. Цитаты учителей, да. Экономичка, это просто следующее. Пятница, тринадцатая. Ну что, девочки, на сам уж сегодня собираемся. Слушай, надо записать на стендап пойти. Да реально у нее... Она в стендапе не участвовала? Еще. Так как у меня это про физический кретинизм, остров я вам не назову. Так не знаю. Про ВКР. Выпускная квалификационная работа. Пять минут позора и вы уцели. Вы должны знать эти сокращения в сценографии. Как отче наш. Вы знаете отче наш? Нет. Пойти что ли в валерьянке выпить? Я не знаю, что с вами пить надо. Это я не знаю учителя. Это они в группе записывают их разговорную речь и в виде мемов таких. Урок философии. Вы понимаете логику буддистов? То есть жизнь это вечное страдание, которое возникает из-за желаний человека. Все страдания от желаний. Но есть выход. Перестать жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Кто не хочет, чтобы его наказывали? Нет, ну есть, конечно, такие люди, но мы сейчас о работе. Тоже экономичка. Мира Анна, это рай? Какие грубые аналогии? Ну, приблизительно. Это там, где нет кода и синографии. Я не понимаю ваш мидовский юмор. Студентский МИДа. Когда уже нас закроют на карантин? Some light. Они же каждый день... Нет, не вижу, что-то. Опять философер. Наше мировосприятие довольно ограничено. Человек вообще существо убогое. Плохо вы видит, плохо слышит на рынке постоянно раздельшего. Он нам постоянно говорил, что мы убогие существа. Не мы, а в принципе... Человечество? Да. Весело у вас там оказывается в колледже? Бывает, не совсем. В воскресенье Собянин призвал сидеть дома и делать синографию. Синографичка. Ещё философ. Ненавижу субботы. Вот вы закончите учёбу и больше не будете ходить в колледж по субботу. А я колледж никогда не закрою. Опять философ. Где вы так согрешили в прошлой жизни, чтобы в этот колледж попасть? Он тоже мне так тоже говорил. Англичанка. Что-то вы замедлились, как мой кот после препаратов. Блин, вообще. Пары онлайн напоминают спиритический сеанс. Маша, ты с нами? Маша, ответи, если ты нас слышишь. Да, точно. Мы сидим доедаем и пьём чай. Спать пойдём? У нас, короче, был препод по праву. Он вёл только вечерников обычно. Но в этом году он у нас вёл два месяца права. Потом он ушёл. И выдержу. Идёт пара. Проходит 30 минут от пара. А перерыв что-то как будто бы когда... Вот когда-то как я сегодня разговаривала, точно. В общем, нам иногда такие мысли взбревают в голову. Чего ты взбреваешь? Чего ты сказала? На такой весёлой ноте... Блин, я всё в шаурме. На такой весёлой ноте мы допиваем чай и будем уже с вами прощаться. Ночью и ночью. Да и не сказать. Спасибо, что заходите на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем хороших выходных. Пока-пока. Пока.